Друзья, всем привет! У нас сегодня новый выпуск, новый формат. Поддержите, пожалуйста, меня в комментариях, если вам выпуск вдруг зашел. Если не зашел, то также можете поддержать, ибо поддайте огоньку, чтобы я здесь совсем не замерз. Давайте не будем терять время. Начнем этот выпуск. Ну и, конечно же, перед началом, что нужно сделать правильно? Нужно упомянуть нашего спонсора Global Finance. Это бухгалтерия для маркетплейсов и не только. Погнали! Второй день по всей стране пылает скандал с Valbris. Забастовку начали владельцы и работники пунктов выдачи заказов. Они заявляют, что сервис задушил их штрафами и тяжелыми условиями работы и отказываются открывать точки для покупателей. Valbris спешно вносит изменения в аферту и заявляет, что откажется работать с бастующими ПВЗ. С вами бизнес-база. Давайте разбираться подробно. Ну, касаемо условий труда, это понятно, что товарка это всегда тяжелый труд. И, как правило, если мы берем пункты ПВЗ, то денег там особо много нет. Тут либо масштабироваться, но, опять же, как это все контролировать достаточно сложно. На мой взгляд, не лучшая модель для бизнеса. Многие клиенты сервиса с 14 марта столкнулись с закрытыми дверями ПВЗ и не могут получить пришедший товар. Напомню, что не так давно Valbris ввел для клиентов, уже непосредственно для покупателей, штраф за то, что они товар не забирают. Но в данном случае, я думаю, что, скорее всего, они пойдут на уступки. Вопрос, как будет происходить коммуникация. И штрафы все-таки не будет начислять, потому что, очевидно, что не по вине покупателя товар покупатель не смог забрать. Что делать, если пункт закрыт? Я вижу варианта, на самом деле, два. Вариант номер один. Вы можете позвонить на горячую линию Valbris, соответственно, если у вас есть удача и вам повезет, то вы дозвонитесь. Вариант номер два. Если у вас также есть удача, вы можете написать на электронный адрес, письмо, претензию с фотографиями, с подробностями ситуации. Возможно, что его также рассмотрят. Но шансы не столь велики, потому что на данный момент коммуникация селлеров с поддержкой происходит, мягко скажем так, себе. Конечно же, такой скандал не может не бить по репутации. И, скорее всего, часть клиентов перейдет на площадку конкурента, на тот же самый Азон. Но я, честно сказать, не думаю, что эта акция была устроена, например, тем же конкурентом Азон. Потому что все прекрасно знают, кто стоит за Valbris. И с погонами в России явно никто не захочет бодаться. Прокуратура Московской области накануне начала проверку ситуации с Valbris. Наверное, опять скажут, что и штрафов незаконных никаких не было. Все было по боку и закону. Все это будет сказано на красивом языке и с витиеватыми формулировками, как они обычно любят делать. Идем дальше. Valbris также вчера озвучили свою позицию по поводу забастовок. Valbris заявили, что данные о закрытии пунктов выдачи и забастовках не соответствуют действительности. И вправду уже люди не люди, и бастуют они, не бастуют. Непонятно вообще, что происходит. Глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев заявил, что в офис нагрянули около 15 человек, которые отказались предоставлять свои данные. Команда подготовила видео, давайте посмотрим. Мы все вас вызывали. Нас не партнеры Valbris. Нас не пускают, и руководитель не выходит на встречу к нам. А в чем причина? Причина? Почему не выходит? Нет, они объяснили. Нет, нам ничего не поясняют. Здравствуйте. Вы хотите, я должен знать. В офис работе на удаленной работе. Понятно. То есть здесь руководитель никого не ведет, я так понимаю. Претензии принять от граждан, никто не может, да? Сейчас претензии отправляются на имя в DC-адрес. Не ходят еще. Причем, пожалуйста. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. И вправду, сумасшедшие какие-то решили позабавиться, прийти там в офис и что-то начать требовать. Цитирую дальше. Телеграм-каналы раздули из муки слона и представили это как бунт или штурм партнеров, но они представляют всего лишь 0,1% от общего количества. Он также уверил, что сотрудничество с партнерами, выбравшими нецивилизованной формы протеста, будет остановлено. Интересно, а как выбрать ту самую цивилизованную форму, если золотого ключика нет, а поддержка никак не реагирует. Сейчас в Госдуме проходит совещание из-за скандала, но представители Валбрес на встречу не пришли. Интересно, с каких-то пор из-за кучки сумасшедших в 15 человек аж в Госдуме проводят совещание. Ну так ладно, идем дальше. В суждении ситуации принимают участие владельцы ПВЗ, представители МИМ Пронторга и, соответственно, депутаты Госдумы. А тем временем Валбрес наносит ответный удар, Marketplace увольняет всех сотрудников, участвовавших в запастовке, а владельцам ПВЗ просто блокируют аккаунты. С сотрудниками расстаются очень быстро, работников Marketplace в Кемерово предупредили, что их учетки будут заблокированы в течение часа, а договоры ГПХ расторгнуты. А с теми, кто работал в Валбрес по трудовому договору, будет разбираться кадровый отдел. Интересно, в качестве метода разбирательства, что они выберут? 10, 20 или 30 иксов штраф увеличат? Ну так посмотрим. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Кроме сотрудников Marketplace расстается и с владельцами ПВЗ, которые вчера ходили в офис, чтобы обсудить новые штрафы, ставшие причиной бунта. Им вменяют пункт 8.15 аферты, тот самый, который запрещает критиковать Валбрес и уведомляет о блокировке ПВЗ. По словам собственников пунктов, компания уже выслала фуры, чтобы забрать товар. Ну и за завершение выпуска хочется сказать, что Валбрес действительно молодцы, точно идут в ногу с современной политикой страны. И осталось только к закону о дискредитации армии, тьфу, о дискредитации Валбреса, добавить еще уроки о важном или о главном. Поправьте меня, пожалуйста, в комментарии для своих партнеров и сотрудников, тогда точно будет все хорошо. С вами был Владимир Гусев, Бизнес База. Держите руку на пульсе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok